Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Развитие экономики и денежно-кредитной сферы обсуждалось сегодня в Анапе на выездной приемной специалистов Главного управления Банка России по Краснодарскому краю. Образование не стоит на месте. На базе Анапского индустриально-педагогического колледжа открылся ресурсный центр по подготовке кадров в сфере обслуживания. Палитра чувств и эмоций. В Анапе открылась совместная выставка работ художников Геннадия Завезионного и Дамира Кривенко. Сегодня в Анапе с выездной приемной побывали специалисты Главного управления Банка России по Краснодарскому краю. Тема обсуждения – развитие экономики и денежно-кредитной сферы муниципального образования город-курорт Анапа. В целом программа мероприятий была обширной. На совещании с представителями деловых кругов предпринимателями Анапы поднимались вопросы предоставления кредитов предприятиям и населению на развитие малого бизнеса, а также оказание других банковских услуг, о которых население мало информировано. Руководитель департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края Игорь Славинский рассказал о проблемах развития банковского сектора, изучении потребностей в финансовых услугах и путях сотрудничества с администрацией города-курорта, банков и других кредитных организаций. Экономика активно пытается кредитными ресурсами. Промышленное производство выросло на 6%, строительство на 2,5%, очень большой рост по транспорту и связи, здесь 18 и 10%, соответственно. Но лидером является розничная торговля, 28%. Я вам скажу, что и в кредитовании у нас лидером является торговля. Хорошо, когда эти товары произведены у нас, в России, в регионе, это развивает экономику. Но этот процесс тоже нарастает, мы видим, как на полках, супермаркетах, на других магазинах появляется все-таки все больше и больше отечественных товаров, наших, кубанских. На базе Анапского индустриально-педагогического колледжа торжественно открыли ресурсный центр по подготовке кадров в сфере обслуживания. Перерезание красной ленточки, праздничный концерт и показательный урок мастерства. Таким был этот день для студентов, педагогов колледжа и приглашенных гостей. На праздники побывала и наш корреспондент Светлана Авилова. С каждым годом Анапа динамично развивается. Круглогодичный курорт требует создания современных торговых комплексов, объектов общественного питания и оказания услуг бытового обслуживания. В Анапском индустриально-педагогическом колледже ведут подготовку работников, востребованных на нашем курорте профессий. Это повар, кондитер, бармен, официант, продавец, товаровед, технолог. Учебное заведение реализует программы начального и среднего профессионального образования, повышение квалификации и профессиональной переподготовки. В прошлом году Анапский колледж стал победителем конкурса инновационных проектов и выиграл грант в размере 13 356 000 рублей, что позволило создать в Анапе ресурсный центр подготовки специалистов в сфере обслуживания. Как отметил заместитель министра образования и науки Краснодарского края Константин Федоренко, на Кубани динамично ведется работа по укреплению материально-технической базы среднего и начального профессионального образования. На эти цели выделено более 600 миллионов рублей. Только в 2012 году выделено 120 миллионов рублей. Будет открыто 6 новых ресурсных центров. Открывается первый в нашем городе ресурсный центр подготовки квалифицированных кадров. Мы уверены, что с его развитием и с развитием Анапы как семейного отдыха круглогодичного прибудут в наш город новые инвестиции с одной стороны, а с другой стороны выпускники нашего колледжа могут быть уверены, что их профессии бармена, кондитера, официанта, работника жилищно-коммунального хозяйства будут востребованы на рынке услуг. Почетные гости перерезали символическую красную ленту. Ресурсный центр для реализации творческих начинаний и подготовки квалифицированных кадров открыт. Я хотела бы выразить слова огромной благодарности губернатору нашего края, Кольчеву Александру Николаевичу, за предоставленную возможность участвовать в конкурсах и получать гранты на совершенствование материально-технической базы, на совершенствование организационной структуры. Благодаря центру студенты будут осваивать новейшее производственное оборудование, овладевать современными технологиями приготовления пищи. У нас учат здесь готовить, нарезать правильно, как что делать. Я сюда поступила с целью работы, дальше по профессии учиться. Очень хорошие преподаватели, все ясно, понятно. И мне очень нравится практика, готовить нравится. Почетных гостей учащиеся колледжа угостили своими блюдами и доказали, что повар-кондитер – это тот же художник-творец. В его руках обычные продукты превращаются в произведение искусства. Далее участников праздника пригласили на открытые уроки. Изюминка колледжа состоит в том, что мы здесь, во-первых, будем учить студентов, непосредственно колледжа, потом следующее, с других учебных заведений Краснодарского края возможно прохождение повышения квалификации и повышение квалификации педагогического состава. В учебном процессе Анапского индустриально-педагогического колледжа есть важная составляющая – социальное партнерство. В летнее время, когда на курорте отдыхают миллионы гостей, будущие повара, официанты, бармены оказывают большую помощь предприятиям и здравницам Анапы в обслуживании отдыхающих. Студенты проходят практику на хлебокомбинате, в кафе-сказках, санаториях города-курорта. Здравницы и предприятия общепита Анапы предоставляют как место практиканта с оплатой труда, так и заботятся о дальнейшем трудоустройстве. На современном рынке труда востребован квалифицированный специалист, способный осваивать новые производственные технологии. Многолетний опыт Анапского индустриально-педагогического колледжа позволяет выработать главные принципы – быть успешным, предвидеть будущее, внедрять новое. В рамках праздника Дня работников культуры Кубани в Белом квадрате открылась выставка работ лучших художников края. Центральное место на выставке занимает работа семейной династии Завезенных Кривенко. Глава семьи Геннадий Завезенный, член Союза художников СССР, не присутствовал на открытии, так как в это самое время открывал персональную выставку в Санкт-Петербурге. На открытии выставки в Анапе присутствовали художники Татьяны Завезенные, Дамир Кривенко, искусствоведы, заместитель председателя Творческого союза художников Кубани Николай Джанян. Анапскому вернисажу предшествовала большая выставка работ в Краснодаре, где 60 художников представили свои лучшие полотна. А в Анапе из-за отсутствия галереи зритель увидит, к сожалению, только малую их часть. Но каждая из работ достойна внимания. Лариса Басова побывала на выставке и пообщалась с художниками и экспертами. Мне очень жаль, что у нас на юге, в таких городах, как Анапа, Новороссийск, нет практически галерей. Точно в таких же городах, Брайденбич, там в каждом городе около 100-150 галерей. А у нас это отсутствует. Надо вот это возрождать. Не зря Путин хочет посвятить 2014 год, сделать годом культуры. Два автора, чьи работы представлены на этой выставке, Геннадий Завезённый и Дамир Кривенко, в 2012 году достойны дипломов Творческого союза художников России за вклад в развитие отечественной культуры. Полотно «Палитра чувств» Дамира Кривенко отправится после выставки в частную коллекцию Соединённой Штаты. Можно сказать, что оно лечит цветом, хотя и вызывает споры, какая гамма каким чувствам соответствует, сколько людей, столько мнений. А в целом выставка многообразна и синтетична. Здесь представлены очень разные художники с очень разными манерами, с очень разным видением и человека, и природы. И это разнообразие более всего радует. Есть работы, которые характерны уже для конца XX века, которые в себе содержат не чисто живописный подход, но как бы концептуальный, универсальный такой, со таким философским подходом к жизни. Каждый на этой выставке найдёт пищу для души. Портреты, пейзажи, натюрморты, выполненные акварелями, красками, графика. Мы делимся на две части. Это тело и душа. Тело мы оставим здесь, душу и пениться, что мы заберём с собой. И ей нужно заниматься активно, даже важнее. Её кормить, насыщать и возвышать. И пищей для души является, опять же, музыка, поэзия, живопись. Искусство – это духовное питание человека. Это не умрёт никогда. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнёра программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. В пятенца двадцать девятого марта в Анапе сохранится пасмурная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы 5-7 градусов выше нуля, ночью около четырёх со знаком «плюс». Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 5 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвёртый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.